В эфире 24-й информационно-аналитический выпуск портала Интернет-Собор. Мир вам! 25 декабря. Рождество Христово. Тот, кто с послушанием и смирением приступит к Господу Иисусу Христу, тот никогда более не пожелает от Него разлучиться. Начальное упражнение новобранцев войска Христова – суть упражнения в послушании и смирении. С послушания и смирения начинается новый мир, новая тварь, новое человечество. Ветхий мир попрал послушание Богу и смирение пред Богом, и тем разрушил мост между землей и небом. Духовный стройматериал для восстановления этого моста – прежде всего послушание и смирение. Такой ли Адам был богат послушанием и смирением, он едва мог провести различия между своим Духом и Духом Божиим, между своей волей и волей Божией, между своими мыслями и мыслями Божиими. Он не мог ни чувствовать, ни хотеть, ни думать ничего такого, что не было бы в Боге и от Бога. Как ангелы Божии, так и Адам стоял в непосредственной близости Божией и из непосредственной близости созерцал происточник света, мудрости и любви. Живя внутри самого солнца, не имел он нужды возжигать какую-нибудь свою свечу. Его свеча внутри солнца не горела бы и не светила. Но когда Адам нарушил послушание и утратил смирение, а их всегда теряют или приобретают одновременно, тогда его непосредственное общение с Богом было прервано. Мост разрушен, и он впал в страшную тьму и гнилую сырость, в кой вынужден был сам себе светить свою свечою, все-таки данной ему по милости Божией, когда правда Божия изгнала его из рая. Тогда он не только начал ощущать разницу между собой и Богом, между своей волей и волей Божией, своими чувствами и чувствами Божьими, своими мыслями и мыслями Божьими, не только стал ощущать и осознавать эту разницу, но едва-едва в редкие часы просветления мог заметить богообразие свое. Увы, в такую бездну был низвергнут своим непослушанием и гордостью тот, кто первоначально был сотворен по образу и по подобию самой святой Божественной Троицы. Увы, все мы, потомки Адамовы, все низкие отростки из пня срубленного кедра, что некогда величественно возвышался и возносился над всеми Божьими творениями в раю. Низкие ростки, заглушаемые высокими волчцами грубой природы, спустившиеся словно завеса между нами и происточником бессмертной любви. Посмотрите только, как будто по мановению волшебной палочки непослушание и гордость прародителя человечества тут же меняет все творение вокруг него, и его окружает целое войско непослушных и возгордившихся. Пока Адам был послушен своему Творцу и смиренен перед ним, все его окружение дышало послушанием и смирением. Но какая мгновенная смена декораций! В миг Адамова падения Адама окружает только непослушный. Вот рядом с ним непослушная Ева. Вот главный носитель непослушания и гордости – дух непослушания Сатана. Вот и вся природа непослушная, взбунтовавшаяся и безумная. Плоды, дотоли сладостью, таявшие в устах человека, начинают терзать его горечью. Трава, сплавшаяся под ноги его, как шелк, начинает царапать его колючками. Цветы, радовавшиеся, когда их царь вздыхал их аромат, начинают облекаться в броню терний, дабы оттолкнуть его от себя. Звери, ласкавшиеся к нему, как ягнята, начинают набрасываться на него с острыми клыками и горящими гневом глазами. Все занимают по отношению к Адаму положения мятежные и угрожающие. Так самый богатый из всей сотворенной природы почувствовал себя самым бедным. До того, одетый славой архангельской ныне, он ощутил себя униженным и одиноким, и нагим. Настолько нагим, что вынужден был занять у природы одежду для своей ноготы и телесной, и духовной. Для своего тела он стал заимствовать кожу у животных и листья у деревьев, а для своего духа стал заимствовать у вещей, знания и умения. Тот, кто ранее пил из полноводного источника жизни, ныне должен был ходить за скотами, наклоняться в грязь и пить из скотских следов, как при физической, так и при духовной жажде. Взгляните теперь на Господа нашего Иисуса Христа и Его окружение. Все они само послушание и смирение. Архангел Гавриил, представитель ангельского послушания и смирения, Дева Мария послушания и смирения, Иосиф послушания и смирения, пастухи послушания и смирения, волхвы восточные послушания и смирения, звезды небесные послушания и смирения, послушные бури, послушные ветры, послушная земля и солнце, послушные люди, послушные скоты, послушен и сам гроб. Все послушно Сыну Божию, новому Адаму, и все смиряется пред Ним, ибо и он бесконечно послушен своему Отцу и смиренен перед Ним». Воистину Бог, как человек на земле, родился, чтобы научить нас послушанию и смирению, а через них мы получили жизнь. «Ибо без послушного и смиренного Бога человека Господа Иисуса Христа жизнь человеческая целиком и полностью самоубийственная бессмыслица. Смерть поистине самая явная и самая ужасная бессмыслица на земле. Осмыслить смерть – это значит осмыслить жизнь во всех ее глубинах, высотах, в бесконечностях. И это делает только всечеловеколюбивый Господь, который по неизмерной любви становится человеком и навсегда остается Бога-человеком в человеческом мире. Жизнь человеческая только как Бога жизнь. Жизнь в Боге приобретает свой вечный смысл. А в небога жизнь – это самая нелепая бессмыслица, преисполненная обидой и горочей. Наша человеческая жизнь только в Боге обретает свой единственно разумный, единственно логостный, единственно логический смысл. И наши человеческие мысли обретают свой божественный и бессмертный смысл только в Боге, только как Бога мысли. Мысль человеческая только в Бога человеке Господе Иисусе Христе становится Бога мыслью. Так же и чувства наши только в Боге находят свой божественный, свой бессмертный смысл. Без этого чувства самые безжалостные мучители, постоянно распинающие нас на вечном кресте, после которого нет воскресения. А совесть, откуда этот свирепый незнакомец в нас, людях, и она только как Бога совесть соединяется со своим божественным и вечным смыслом. Без этого и совесть человеческая – это свирепая и жуткая бессмыслица, а смерть и моя, и твоя. И всех людей вообще, если самое жестокое мучение для человеческого существа во всей вселенной. Да, это истинно так. Но и она только как смерть Бога человека достигает своего вечного смысла через воскресение Бога человека, Господа Иисуса Христа. Ибо им, только им осуществляется победа над смертью и осмысляется смерть в человеческом мире. Так и все человеческое, весь человек со всеми своими бесчисленными бесконечностями, только как благодатный Бога-человек, в обожающем и всеоживляющем теле Бога-человека Христа Церкви, обретает свой божественный, свой вечный, свой богочеловеческий высший смысл. Воплощением и вочеловечением и очеловечением своим Бог самым очевидным образом вошел в самую утробу, в недра человеческой жизни, вошел в кровь, в сердце, в центр всего сущего. Вытесненный добровольным грехом человеческим из мира, из тела, из души человеческой Бог, воплощением, в очеловечением возвращается в мир, в тело, в душу. Весь становится человеком и, будучи им, трудится для человека. Вселяется в мир и среди твари промышляет о твари, освящает тварь, спасает тварь, преображает тварь, обожает тварь. Воплощение Бога – это самое крупное потрясение и самое промыслительное событие, как на земле, так и на небе, ибо здесь осуществилось чудо из всех чудес. Если до то ли сотворение мира из ничего было самым большим чудом, воплощение Бога в человека, несомненно, превзошло его своей чудесностью. Если при сотворении мира слова Божии облеклись в вещество, то при воплощении Господа нашего Иисуса Христа сам Бог облегся в тело, в вещество, в плоть. Поэтому воплощение Бога стало промыслительным во всей вселенной. Для каждой личности, для каждого существа, для каждой твари. Будем жить им, жить Бога-человеком и исцелимся от всех смертей, от всех грехов, от всех страстей, от всякого дьяволизма. Жизнь каждого из нас пусть станет Бога жизнью. В этом вся твоя небоземная тайна. О, человек! Человек, как ты только станешь членом церкви, членом Бога человеческого тела Христова. А как жить в Церкви Христовой? Жить святыми таинствами и святыми добродетелями. Поэтому перед Рождеством пост. Пост, как первый добродетель, и с ним всегда молитва. Эти две основных добродетели приводят человека к Богу-человеку, и богомудро его учат, как жить им и в нем. Что делать с телом, данным тебе от Бога? Очистить его. Освободить его от всякой нечистоты, от всякой страсти, от всякого зла, всякого демона. А что это значит? Это значит очистить его от всякого греха, ибо в всяком грехе скрывается дьявол. Во всяком грехе работает дьявол, помимо твоей свободной воли. В великом грехе князь бесовский, в малом – бес. Каждому даны все средства победить тех бесов, все страсти, все грехи, все смерти в нас и в окружающем мире. На первом месте молитва и пост. Всеистинные уста, всеистинного Господа Иисуса Христа изрекли и эту животворящую истину. Сей же род изгоняется только молитву и постом. Род всех видов грехов, всех видов страстей и всех видов бесов. Рождество пред всеми нами, братья и сестры. Бог рождается как человек, чтобы мы получили жизнь через него и как бы исполнили Богом и душу, и тело. А этого удобнее всего достигаем молитву и постом. Они чистят, очищают и тело, и душу, чтобы в них радостно вселился чудесный и присладкий Богом-младенец Господь Иисус и Богом исполнил всецелое наше человеческое существо. Все в бесчисленной бесконечности. Ибо потому и сотворены мы, чтобы исполниться Богом и жить Богом в горнем Божьем мире. Нашими богоданными учителями в этом является смиренная молитва и смиренный пост. Эти святые и основные евангельские добродетели. Пусть они с нами летят. Пускай предваряют нас и всем людям во всей вселенной неумолчно возвещают все спасительное и всерадостное благовестие. Христос родился. Царь царствующих, Господь господствующих, возлег в яслях, из коих питаются бессловесные. Там, где пища скотов лежит ныне плотью, дающей грешным человекам есть тело его и пить кровь его. В оставлении грехов и чтобы иметь жизнь вечную. Слабым младенцем явился он и бегает от ирода, чтобы близким стать всем слабым и угнетаемым и гонимым. Самого рождения своего не имел, где главы подклоните, дабы стать упованием и опорой всех обездоленных. Даруй родившееся ныне вечное богатство и превосходящую всякую мысль радость в своем небесном царстве. На земле дарует мир душам, укрепляет благую волю и радует ему кланяющихся, его славящих и хвалящих. Придите, все верные! Придите, возрадуемся Господи! Стекайтесь, младенцы и дети! Прославьте своего божественного сверстника, рекшего! Пустите детей приходить ко мне, объемлющего вас, возлагающего на вас руки и благословляющего вас! Славьте его, подростки и юноши! Вместе с пастырями спешите познать спаса мира! Возвещайте всем о нем и хвалите его! Радуйтесь с Марией все девы и жены! Блаженство вместо печали! Радость вместо скорби принес рожденные от девы! Поклонитесь царю, рожчемся, все мужи, вместе с волхвами! Принесите ему от своих душевных и вещественных сокровищ! Принесите ему в дар свои силы и способности! Дарствуйте ему и от своих трудов и имений, дабы вместо тленного восприять вечное! Вместо земного небесное! Принесите ему в нищете обитающей свое терпение и благое изволение в болезнях и скорбях сущей! Своего издыхания и слезы, которые он отрет! Христос родился! Так славим же Его, как своего Бога и Спаса, с Отцем и Святым Духом Троицу, единосущную и нераздельную, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков! Аминь! Ночь тиха, ночь свята, В небе свет, красота! Божий Сын перед нами повит, В Ифриемском верте пережит, Спи, младенец святой! Спи, младенец святой! Прежде век от Отца рожден, И от Девы воплощен Христу Богу воздавим Слава силе Твоей, Божий Сын! Пойте, Господи, вся земля, Яков, прослалися! Бог, Сын мира, Отец щедрот, На спасение подает! Боже, благословенье си, Услышите до последних земли, И мира Его не в пределах, Яков, знам и Бог! Таисто странное и бесславное, Радуйтесь, православное! Небо вертеет, Дева престол, Ясли вместившие Божий глагол, Солнце правды, слава Тебе, Господи, слава Тебе! Ночь тиха, ночь свята, В небе свет, красота, Божий Сын перед нами повит, В Вифлеемском верте пережит, Спи, младенец святой, Спи, младенец святой, Не хотелось в праздничные дни говорить о грустном, Но и молчать об очередных кровавых событиях, Которые совсем недавно произошли в русских городах, Тоже, наверное, нельзя. За время существования современной Российской Федерации От террористических актов погибли тысячи человек, Еще большее количество людей стали пожизненными инвалидами, Не говоря уже о лихих девяностых, чеченской войне и так далее. Прозвучали взрывы в мирных городах, И снова президент раздает деньги семьям погибших И усиливает меры по борьбе с терроризмом. Снова патриарх возносит молитвы О упокоении усопших и исцелении раненых. По слову пророка Давида, Если Бог не охраняет город, Напрасно не спит сторож. Слова эти можно адаптировать. Если Бог не охраняет страну, Напрасны бронежилеты, металлоискатели И аресты бородатых. Этот народ, эта страна, за редким исключением, Отреклась от Бога, Отреклась от Его покрова, от Его защиты. Защищать же кого-либо насильно Бог не будет, Ибо в Боге нет никакого насилия. По слову же апостола Павла, Где дух Господень, там свобода. Бог ждет покаяния, чтобы защитить, Сохранить и спасти. Наш Бог – это Бог кающихся. Но о каком покаянии может идти речь? И чего стоят эти самонадеянные меры По борьбе и эти лицемерные молитвы, Если вся страна, как с мрадными язвами, Обсыпана идолами, болванами, С внешностью отца, родителя И вдохновителя террора, лжи и ненависти к людям? Если его труп вечно гниет в сердце Этой некогда богоносной страны? Если в стене некогда святаго Кремля С почестями, как герои, Захоронены убийцы, насильники И изверги рода человеческого, По сравнению с которыми царь Ирод Выглядит не таким злым? Если города, селы и поселки, Площади, проспекты и улицы В этой стране названы в честь террористов? Один из литературных героев Справедливо заметил Разруха в головах Так вот и террор в головах И ненависть в сердцах И вера лжи в душах Отец насилия, Человека ненавистничества и лжи Через свои смердящие сосуды, Которые поныне оскверняют своими кличками Землю, давно переставшую быть русской, Проботил этот народ Затуманил сознание людей, Призванных быть богоносцами Из-за своего преступного равнодушия Из-за нежелания знать свою настоящую историю Не различает постсоветский народ Добро и зло А церковь на службе у светского, Мягко говоря, государства Не может открыть людям духовные очи Ибо сама слепа Вот и работает народ На князя мира сего Освободиться же от этой вражей работы Можно только через покаяние Личное, искреннее, абсолютное покаяние Пока с ним нас не разлучила смерть Впрочем, лучше не скажешь, Чем сказано в Евангелии В это время пришли некоторые И рассказали ему о галилелянах, Которых кровь Пилат смешал с жертвами их Иисус сказал им на это Думаете ли вы, что эти люди Были грешнее всех, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь Все так погибнете Как произошло задержание? Зачем вы пришли и как это случилось? Я пришел, потому что я увидел Люди стоят у храма Я подошел к храму Люди пришли для того, чтобы помолиться Для того, чтобы помянуть тех, Которые погибли в теракте Наши братья и сестер И все, и практически сразу Пришла милиция, полиция И начали людей потихонечку отгружать И где-то человек 15 задержали Потом подошли ко мне Я говорю, вы священника тоже будете задерживать? Да Они так ничто же сумняются Как будто это даже отягчающее какое-то обстоятельство было Тоже меня под белые ручки взяли В машину погрузили Вас сказали Сюда привели Три часа подержали Вы стояли у храма И вас просто схватили Ну это храм не тот храм, в котором я служу Ну понятно Ну это храм, в котором я прохожу, к примеру Я проходил А вы могли бы представить Ну, в портуре Дмитрий Климов Настоятель кафедрального собора города Калачан-Удану Служа в Калачан-Удану Что такое торж при Ленине? Расскажем не только о Харькове В Киеве, например, офицеров вызвали в театре Якобы для проверки документов Расстреливали и рубили прямо в театре Две тысячи человек В Орле расстреляли пять гимназистов В Евпатории семнадцать лет сестер Убивали так, как убивают на бойне скот В Ставрополе за один день прикончили более двух тысяч В некоторых чрезвычайных комиссиях Была заведена должность Запуч тел Заведующий учетом тел Деникинская комиссия По расследованию деяний большевиков Только за восемнадцатые девятнадцатые годы Насчитала один миллион семьсот тысяч человек В Велении была возрождена инквизиция Только с обратным знаком В Херсонской губернии священника расстреляли на кресте Архиепископа Пермского, Андроника, пытали Вырезали щеки, выкололи глаза, отрезали нос и уши В Харькове священника Дмитрия вывели на кладбище Раздели до нога Когда же он попытался осенить себя крестным знамением Ему отрубили правую руку Товарищу Молотову для членов Политбюро Один из самых страшных документов Ленинского архива Чем большее число представителей реакционного духовенства И реакционной буржуазии Удастся нам по этому поводу расстрелять Тем лучше Но Ленин мог и не знать Обо всем, что творилось в огромной стране А вот документик не хотите? Списки расстрельных, подробно по всем губерниям Эти списки клались на стол вождю Поощрять энергию массовидность террора Расстрелять на месте одного из десяти Сомнительных запереть в концентрационный лагерь Расстрелять и вывезти сотни проституток Все это Ленин По всей России в каждом городе, уезде, волости Брали не на обум Сознательно отбиралась самая деятельная часть общества Те, кто умеет думать Наблюдать и делать выводы Кто владеет словом Может держать в руках оружие В каждом еженедельнике ЧК Публикуются списки расстрельных Врачи, адвокаты, профессура Бывшие министры Священнослужители, учителя Боевые офицеры Веки крови потекли по Руси От года 21-22 годов Погибли 5 миллионов человек Все они на совести Ленина На этом 24-й информационно-аналитический выпуск Портала Интернет-Собор Подошел к своему завершению Хочется поздравить всех с Рождеством И Русским Новым Годом И пожелать всем здравия Во всем благого поспешения А самое главное Спасения в Господе нашем Иисусе Христе Субтитры создавал DimaTorzok